Я застал эту новость в дороге. В Москву я ездил, видел эту новость, прочитал, успел. На самом деле накрыла эту новость еще в той неделе вместе с новостью об аресте Алексея Поднебесного. И люди у нас сравнивали две посадки, как инспирированную попытку обменять Алексея Поднебесного на Павла Дурова. Это было довольно забавно. До того момент, пока Павла не освободили. Правда, под, очевидно, какой-то домашний арест, разновидность до февраля 2025 года теперь. Знаете, то, что произошло сразу после его ареста, когда он приземлился в Париже, это напоминало феерию, понимаете? Я никогда не видел, чтобы государственный сапог так рьяно отставил защиту нашего гражданина где-то за рубежом. Хотя он гражданин не только нашей страны, но еще и Объединенных Арабских Эмиратов, Франции вдобавок. И отказался от помощи Российского консульства, когда оно помогло. Ну, то есть, хотел оказать помощь, я имею в виду. И отказался даже от арабской, вроде как, помощи, когда ему предлагали. Хотя Арабское консульство Объединенных Арабских Эмиратов сделало тоже шаги к тому, чтобы его освободить, когда его задержали. Господи, знаете, вот есть такая картинка, где человечек тянет канат, и к нему присоединяется помощник совершенно неожиданных. Так вот, Павел Дуров тянет канат за свою свободу, а там рядышком майор ФСБ присоединяется и тоже впрягается. Паша, мы за тебя! Потом присоединяется кто-то еще из нашей общественности, там, Паша, вперед! Не свобода! Такая не свобода! А с другой стороны, Макрон и Лукашенко. Вы представляете себе, да? Какая феерическая картина сюра рождается в наших глазах. Знаете, неправы люди, которые считают, что идет холодная война и что она вообще когда-либо имела место в истории, имеет место сцена. И в этой сцене зрители смотрят на актеров, актеры на зрителей. И как удобно теперь, оправдывая все низости на Западе, заявить, что у нас-то ведь тоже, знаете, несправедливости хватает. Но смотрите, там на Западе у соседа горит сарай, у соседа горит сарай, а у соседа горит сарай. И точно так же легко оправдать все перекосы политики Брюсселя тем, что смотрите, он там напал, напал, напал. Гляньте, тыкните в него пальцем, он напал. А у нас есть проблемы, да, да. Но смотрите, что он сделал. Это не ограниченность двух миров, это взгляд зрителя на сцену, где происходит действие, и каждый в меру своей испорченности начинает делать все более опасные, все более отчаянные, более смелые шаги. Я воспринимаю это именно вот как такое светопредставление, но поверьте, как это было интересно смотреть. Чуть ли не Путин, если бы он еще вступился. Нет, он вступился. Он вступился и сказал, в нашей стране никогда к Павлу Дурову никаких претензий не было. Я обалдею. В соединении Павел Дуров стал, вот знаете, есть козел отпущения, слово, да, у нас, когда скидывают палки на человека, обвиняют во всех грехах, а есть антипод козла отпущения. Ну, если есть черная дыра, значит, есть белая, так, есть козел отпущения, есть вот непридуманный термин, который невозможно назвать, я не знаю, как его назвать, а вот которого все любят, понимаете, есть общий любимец, да, которого все хотят на руках поносить, потому что он прославился, и каждый, каждый даже, даже человек, который хотел его сам посадить туда, ласкает его в объятиях, качает на ручках, ой, Господи, как влажно иммажинирует собственные возможные репрессии на Павла Дурова наши власти, и как в каждом этом слове проскальзывает. Ну, почему они, а не мы? Почему они это сделали, а не мы? Почему там, на багет, а не у нас, на отечественную бутылку? Ну, почему же? Хотя в этом есть доля такой-то, понимаете, чувственности, ну, это непередаваемое ощущение лицемерия, которым сейчас очень полон наш интернет, проскальзывает во всех речах наших официальных политиков. Ой, если бы у них была возможность, если бы Павел Дуров внезапно приземлился не в Париже, а в Москве. Абсолютно с вами согласен, Николай. Давайте представим, что он приземлился в Москве, и весь мир скажет, ужасно, вы видите, что там происходит? Его сейчас будут пытать. Стэнтвис Павел Дуров, думаю, будете запускать сейчас самолётики, говорить, мы приложим все силы. Правительство Франц, там, Макрон, Меланшон, Лепен, а да они все объединятся, будут целовать друг друга и говорить, мы все, раньше мы были против друг друга, но сегодня все эти вещи отринуты. Мы забыли про прежние разногласия, только вот Павла Дурова, Камала Харрис бы выступила, свободу Павлу Дурова. Со своей замечательной улыбкой и зарастительным смехом, Камала Харрис. Да, да, конечно. Да, Николай, ну, видите, да, вот вы сейчас сказали, если бы он прилетел в Москву, представим себе, но, как выяснилось, он там даже посчитали, что-то около 50 раз он посещал Москву, вот тот промежуток времени, когда он, вроде бы, как в Арабский, в Объединён Арабский Эмират уехал, но вот после этого где-то заезжал, а потом, соответственно, пошли вот эти разговоры. Потом просто стало опасно приезжать, я так понимаю, но я его в этом отлично понимаю, всё-таки человек же наш, не может без рыхлых берёзок. Конечно, я уверен, что имеют место какие-то договорённости, не надо обелять человека и называть, что он полностью безгрешен, но появись соблазн такой сейчас, когда, сами понимаете, что происходит в мировой политике, и когда Телеграм пользуются столько людей, особенно стороны конфликта, я думаю, искушение было бы большое. А вы знаете, где больше всего, кстати говоря, пользуются Телеграмом? Во всём мире, боюсь предположить, где? В Индии. Там какое-то зашкаливающее количество, что-то около 120 миллионов, что ли, там огромное количество людей пользуются. Ну и в Индии, просто много людей, да, в Индии всё. Да, население большое, да, да. Ну вот видите, пошли разговоры о том, что оказывается Павел Дуров-то неспроста вроде бы как был одновременно с Владимиром Путиным в Баку, да, он же оттуда прилетел во Францию. И хотя многие говорят, понятно, что вряд ли он с ним встречался, с Владимиром Путиным, но скорее всего были встречи с кем-то из делегации, потому как вот сегодняшняя совсем свежая буквально информация, что вроде бы как очень активно искал Павел Дуров инвесторов для своей криптовалюты, и вроде бы как вот кто-то из Донбасса, да, ему там вроде бы пообещался помочь или кого-то с кем-то свести. Ну, в общем, связано именно... Это просто был бы ход гения. Я позволю процитировать нашего зрителя в чате. Он описал эту ситуацию просто гениально, я бы лучше сам не написал. Он променял нашу скрепную бутылку на этот западный сатанинский багет. Абсолютно правду. Правду пишет нам зритель, вот абсолютно оно. А если он искал среди нашей власти сторонников собственной криптовалюты, то это был бы ход гения просто. Еще был бы гениальный ход, если бы разочаровавшись в том, что там не нашел среди донбасских патриотов Тон Коэна, то поехал бы к Макрону Меланшону. Это еще более интересный был бы шаг. Я не знаю. Кстати, говорят, что он как раз ведь во Францию-то не собирался, он просто транзитом ехал куда-то еще. Франция была просто по пути туда. Может, сэкономить денежки хотел. И я бы экономил на его месте, потому что у него после этого начался суд. Знаете, вот это вскрытие всех покровов, оно обнажает человеческую подлость. Его жена бывшая, сейчас уже бывшая, болгар, подала сразу в Швейцарии суд на то, чтобы тот выплачивал алименты. А что раньше не могла подать? Она что, в спячке все это время была? Да, причем там, в общем-то, по-моему, чуть ли не за то, что он там детей своих избивал. Да, знаете, что самое интересное в этой истории? Суд-то произошел, и там даже сейчас мы можем почитать, о чем они говорили. Любопытнейший фрагмент нам публиковали, вот чудесный, где она сказала, из-за того, что Павел не уплачивает нам алименты, состояние нашей семьи значительно ухудшилось. Раньше мои дети всегда летали только частными самолетами. Сейчас мы вынуждены ездить с обычными смертными, и люди, мои дети спрашивают, то все эти люди, которые тут летают с нами. Трагедия, знаете, ей по сердцу нанесли такой удар. Я вот задаюсь вопросом, если он избивал ребят этих, что она раньше молчала, что она только сейчас появилась своим судом. Ой, как-то все, знаете, нелестно, не чисто в этом датском королевстве. Угу. Ну, правильно здесь нам тоже подсказывают. Классика жанра. Кстати говоря, вот меня корректируют по поводу Индии. 220 миллионов пользователей в Индии. Да, действительно, количество зашкаливающее. Кстати, стало теперь больше во Франции. Может быть, это все был хитрый пиар-ход, чтобы европейских подписчиков прокатить, подсоединить к себе. Да, да. Стало больше во Франции, стало. Вполне, вполне возможно. На европейские рынки пошел, Паша, на самом деле. Вы ничего не понимаете? Это хитрый план.